Аркейдж, ПВП направленная ММО и РПГ, которая хорошо и уже очень давно известна в наших широтах. Недавно в ней открылся новый сервер Нагошар, и как никогда более актуальным будет вопрос, стоит ли вообще тратить время на Аркейдж в 2023 году. Об этом и многом другом мы поговорили с контентмейкером по этой ММО и РПГ под ником Хав. Кто же, кстати, личность довольно известная. Особые перчинки этому подкасту добавляет тот факт, что записывался он еще до старта нового сервера, и теперь можно сравнить некоторое вангование Хавка с тем, что происходит в игре на текущем этапе. Не забываем подписываться на канал, в том числе на наш ВК по ссылке в описании. Меня зовут Мадлер, это портал Гохару, и мы начинаем. Как покупать новые игры, если сервисы не принимают оплату из России? Все очень просто. Игровая площадка Keys for Gamers. Здесь можно приобрести как игры для множества сервисов и платформ, так и просто пополнить кошелек в Steam, Blizzard, PlayStation, Xbox, все, что вашей душе будет угодно. С такой же легкостью можно пополнить баланс в Amazon, Nintendo и iTunes, просто зайдите в раздел «Карты пополнения». В наличии игровая валюта, всевозможный софт от антивирусов до Windows и предзаказы. Ну а самое главное, здесь вы найдете методы оплаты, действующие с территории РФ, от банковских карт, включая МИР, до КИВИ. Кстати, по промокоду GOHA действует скидка аж в целых 20% на любой товар. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Так, Хавк, здорова. Здорова. Давай мы представим тебя, мало ли там, может быть кто-то не знает, кто такой славный Хавк. Да я думаю, никто не знает. Нет, ну те, кто играют в Арчагу, то 100% знают. А, ну да, локальный мем, так скажем. Всем привет, ребят, меня зовут Хавкей, я играю в Аркейдж с 2017, наверное, года, может чуть даже раньше. Веду активную деятельность на Ютубе, на Твиче, вот, играл за разные классы, но в основном меня вспоминают как хорошего лучка. Многие могут польстить и сказать «лучший лучок», но я стараюсь так не говорить про себя. Вот я на скромничок, так скажем. Слушай, а это правда, что лучок это тоже локальный мем, или нет? Не, просто Хавкей, как в переводе, соколиный глаз, плюс это герой из Марвела, насколько я понимаю, и это профессия лучника в Ла-2, оттуда я и начинал, поэтому так повелось, что это уже имя нарицательное, ассоциативно. То есть, ну как бы, да, лучник. Но у тебя там вот буквально недавно на канале выходило такое очень коротенькое видео, посвященное, и так ты выбрал путь лучника. Ну то есть это прям лучники в Арчаге, это всё-таки какая-то отдельная каста. Слушай, да, да, есть даже и музыка, которую я писал на тему. Лучник — это состояние души, и это не мои слова, это слова всего комьюнити. Не знаю, почему так получилось, этот архитект в игре, но при этом пользуется очень большой популярностью. Просто на моей памяти там буквально, наверное, получается, ну один нормальный играбельный класс, ну максимум два, да? Да, да, это сказитель, в основном на нём и бегают. Ну некоторые ребята ещё с обороной бегают, и это класс охотник, в основном да. Почему вообще Аркейдж? Как так случилось? Слушай, ну Аркейдж — достаточно кринжовая вообще история. Меня друзья из Лига Легенд, да-да, не удивляйтесь, позвали поиграть в одну MMORPG-игру, про которую я мало что знал, но она уже существовала как год или полгода. Позвали меня под предлогом того, что там есть раса Рингар, как они сказали. То есть это герой из Лиги Легенд, он похож на кота. Вот, я такой, о, Рингар, круто, выглядит хайпово, давай попробую. Я оплатил премиум, зашёл, думал пообщаться со своими друзьями, а на следующий день они сказали, что они ливнули, им что-то не понравилось. А я был уже десятый уровень, я был заряжен, мне вообще очень сильно зашла механика и динамика персонажа, то есть я его чувствовал и начал влюбляться потихоньку во всю эту историю. И в целом так и остался там. Потом нашёл друзей, КПшку и жену, с которой я вот уже пять лет знаком. Кстати, довольно распространённое явление. У меня прям несколько знакомых, которые познакомились в том числе и в Аркейдже, но и в целом в MMORPG. Я имею в виду, ну, такие более-менее традиционные отношения. В какой мире мы живём. Но в любом случае, то есть это как бы прикольно, то что люди встречаются вот именно в играх, потом это как-то перетекает в реал. И, в общем-то, многие живут и играют вместе, и семьи у них вообще клёво. У тебя такая история, да? Да, именно такая же история. И я благодарен вообще этому проекту не только за те эмоции, которые он предоставил, а ещё и за возможность социализироваться. То есть я как человек, который переборол свои страхи, какие-то, знаешь, комплексы принятия себя, своего голоса, там, свои манеры речи. И во многих вещах я импровнулся, в том числе и как по уровню игры. Вообще, ну, в дичайшем плюс морали, но не исключаю фактор выгорания. То есть такое тоже было из-за фанатизма. То есть я в моменте играл сутками, и это сказалось. Я брал на себя ответственность, создавал гильдии. Вот. И, ну, честно говоря, просто не вытянул какую-то плашку, в которой я и должен был и играть, и держать ответственность за семью, и ещё и ответственность за свой так, и поэтому делал перерывы. Так, ну, про так мы ещё поговорим. Давай мы поговорим про фреш-старт. Непосредственно, вот, если мне не изменяет память, это четвёртый уже фреш-старт. Да, всё верно. Нагошар, получается. Нагошар. По этому поводу уже тоже пошли какие-то мемы из разряда того, что вот, мол, типа, играете в клетки. Ну, там, нагошар, клетка, всё такое. Прям вообще супер совпало всё. Что ты по этому поводу можешь сказать? Ну, смотри, я сначала поддерживаю этот мем, поддерживал этот мем до того момента, когда это не стало отдельной веткой. То есть, тогда, когда выходили первые фреши, у людей были только негативные эмоции по этому поводу. Зачем нас закрывают? Зачем эти внешки? Почему так, если на межсервере мы всё равно видим кроликов и зайцев? То есть, это был единственный предлог ограничить этот сервер только из-за того, что вот такие вот уникальные внешечки. Вроде как фишка, вроде... А по итогу страдают от этого игроки из-за того, что со временем идёт отток. И поэтому это называется уже клеткой, из которой не выбраться, не сделать трансфер, не замерзить серверам. Но так как идут года, и сейчас это уже третий сервер, то получается, что игроки нагошара в будущем получат себе страховку в виде общего аукциона, в виде межсерверных арен и, на крайний случай, уже какого-то слияния. То есть, в ближайшие годы можно действительно залетать и получать фан и играть в долгую. Подожди, третий или четвёртый? По-моему, если с мерджем, то четвёртый. Ты просто сказал третий. Да-да, там смержено было два сервера, теперь он называется Raven. И получается, что нагошар, Raven и Ifnir. Сейчас у тебя будет третий сервер. Короче, получается, что вот на текущем этапе ты считаешь, что фреш-старт это прям отличное решение. Смотри, я скептически относился к этой самой мысли и очень долго боролся с ней, залетать или не залетать. Но, посмотрев на рынок, вот перспективу Unreal Engine 5, если не ошибаюсь, да, пятый, и потенциал игр, которые нам предстоит вкусить, вот я считаю, что это лучший дом, в котором это можно сделать. То есть, тут можно найти коллектив, друзей, жену, там, что угодно можно тут сделать, получить цифон. Так как игра с медленной прогрессией, вы всегда будете получать свой собственный интерес, как собственного маленького тамагочи вы будете развивать, добавлять экипировку, сделать какие-то билды, менять ветки, вот. И вплоть до выхода, как вот есть такой тоже локальный мем, Arcade G2, вот, если ребятам понравится, они спокойно напоминают проект, но лучше на данный момент, ну, нет, увы. Это лично мое мнение. Звучит как проплаченное, но я топлю за это нереально. Я вот сейчас хотел сказать, что, блин, я в принципе с тобой согласен, но получается, что мое мнение тогда тоже будет звучать как проплаченное. Не, если в целом у меня просто в ролике, я ролик недавно выпускал, у меня прозвучала такая мысль, вот, возвращаясь, допустим, к этой клетке, я задался таким вопросом, если такими темпами дальше все это пойдет, то нужно будет посмотреть, кто еще в клетке вообще, в принципе, находится. Потому что вот какое-то развитие как раз-таки есть во фрешах, в отличие от, скажем так, этих серверов, которые мейн. Но в то же время звучало еще одно мнение. Я перед тем, как, в принципе, выпускать ролик, посвященный вот этому фрешу, я потаскался там по стримам, послушал людей, некоторые люди, я не буду называть кто, но в принципе там задавали вопросы там стримеру конкретно. Мол, а ты слышал, что Хавк возвращается? А ты слышал, что Хавк возвращается? Что ты по этому поводу скажешь? И вот прозвучало такое мнение, ну вот Хавк, конечно, возвращается, но если он хотел бы вот вернуться, то, наверное, ему надо было идти на мейн серваки, где есть реальные таги, с которыми есть реальное там противостояние, а не вот это вот все на пару месяцев. Твои комментарии. Да, я слышал эти слова и я пытался проанализировать их лично для себя, но всегда не находил в них какого-то отклика. Я понимаю, что там есть люди, с которыми я знаком, и даже сейчас вот мы встречались с некоторыми из них в ИРЛ, сидели там, общались на тему там жизни, кто у кого что случилось, то есть мы все растем, игра тоже обрастает какими-то патчами, и это все круто, но хочется новых, свежих каких-то эмоций, новых знакомств, хотя многие старички вот откликнулись и те, кто даже вот левал из игры, хотят вернуться, и им я тоже рад. На основных серверах, наверное, самая большая проблема это та самая прогрессия. Да, у вас есть куча бустов, да, вы там можете какие-то моменты проскипать, и у вас нет ограничений, но все сводится к тому, что вам тяжело заработать голду. Нет вот этих вот самых способов, почему-то разработчики не бустят их, чтобы отстающие смогли догнать старичков условно не за год. То есть один есть блогер, который посчитал, сколько плюс-минус нужно игроку, чтобы он мог конкурировать со старичками, и это оказалось, ну, мы можем взять минимум какой-то, но если брать оптимально, то это около года, а это большой срок для ММРПГ. Ну да, даже учитывая, в общем-то, эту медленную прогрессию, это достаточно долго. Ну, это не то, чтобы нереально, но на самом деле, вот когда ты врываешься на фреш, это все, во-первых, это все очень весело, я могу сказать это со всей ответственностью, как человек, который в свое время в составе гильдии врывался на Кракен, который сейчас замерджили, он называется Рэйвеном, я был, конечно, просто под очень большим впечатлением, потому что вот реально такой вот движухи, я, наверное, с Линяги не помню, ну, потому что это реально было очень прикольно. И вот возвращаясь к теме тагов, давай-ка мы с тобой, вот дело в том, что вы смотрите, или слушаете этот подкаст где-то через недельку, наверное, уже после старта, мы-то записываемся до старта еще, и, кстати, будет очень интересно проверить, каковы будут вангования вот сейчас вот Хавка, и насколько они подтвердятся в будущем, а ему придется тут пованговать. Кто вообще идет сейчас на фреш? С кем там можно будет пофайтиться? Слушай, ну, идут сразу несколько гильдий, которые себя зарекомендовали как пвп-таги, вот, одна из крупнейших, наверное, и локальных это таргеты, вот, потому что, я не знаю, я могу долго о ней говорить, ребята всегда заводят очень сильный боевой состав, который просыпается как ходячие мертвецы, или, я не знаю, как игра престолов, где говорят, зима близко, зима близко, под каждый фреш-старт залетают эти ребята в плюс сто, и им не важно, против кого они будут сражаться, то есть, это проблема уже оппонентов, или какой-то оппозиции, нужно ли засасываться, либо, я не знаю, нужно набирать больше людей, делайте, что хотите, мы идем и будем вас давить, вот такой вот лозунг у ребят, поэтому, да, конечно, это таргеты, есть еще пару тагов, названия которых, я, к сожалению, не могу вам сказать, потому что не помню, но они точно есть, то есть, там ребята, которые будут выходить на прайм, и ребята, которые получать пвп, уже в опене, то есть, тут идет чисто квалификация компетитив игроков и компетитив тагов, и нет. Ну, давай тогда, если ты не помнишь, как называются те таги, которые идут, ты может просвозь, ты помнишь, как называется твой таг вообще? Ну, конечно. Может, ты заработался уже, и не помнишь? Ну, наш таг, естественно, идет, для меня это мемное название, потому что мы как бы хотим все деньги, вроде как мы богатые, там, все деньги мира заработать, хотя, может, дословно, это и не так переводится, all cash, но наши мемберы, алкаши, то есть, если так посчитать, то, как корабль назовешь? All cash переводится вся наличка. Ну, или вся наличка, да, но суть не в этом, но главный смысл. Мне понравилось это название, я его придумал, его сделал, и мы будем участвовать также в праймах, пытаться противодействовать вот это вот осилие из таргета. По крайней мере, это единственный наш противник, которого мы знаем, который будет озвучен, уже то, как будет у нас на сервере, если попытаться ванговать, но я думаю, что еще 2-3. Не, мы подожди, мы повангуем попозже. Куда идете вообще, за кого, чего? Мы стартуем за восток, это уже традиция, вот, не спыла информация, что таргеты, кого мы идем воевать, да, тоже идут за восток, но думаю, что они поменяют сам свое решение, вот, после нашего собрания, вот, и в целом мы не будем изменять, это знаешь, как Альянс и Орда, для меня всегда Альянс Сосать, извините, вот, поэтому всегда восток, будем топить за эту фракцию. В общем, про планы, ты как-то так вскользь об этом сказал, ну, можно, в принципе, немножечко углубиться, то есть это получается весьма взрослые товарищи, которые уже не один путь с Олей, грубо говоря, съели на Арчаге, и что там, праймы, обязалова, преференции, бонусы, как это все будет устроено? Смотри, сейчас самая главная проблема, это узнать количество людей, которые идут на восток и хотят попасть под наш коллектив. В прошлый старт у нас была самая главная ошибка, это то, что мы ограничились одним тагом в 100 человек, вот, из-за этого пришлось многих отправить в другие таги, которыми, естественно, мы не занимались, либо просто кикать людей, которые потенциально могли прийти на прайм, могли с нами сыграться, но из-за того, что у нас была гонка вооружений, так как первый месяц идет соревнование, за которое дают награды, вот, мы допустили эту самую оплошность и ошибку, которую не исправить, и нас было действительно мало по отношению к нашим соперникам. Сейчас же мы будем делать больше тагов, вот, по тому количеству, сколько к нам придет, и будем лутать весь контент, который доступен в игре, потому что, как ты и сказал, в начале будет супер много фана, и отказываться от этого просто грех. Все разного рода опен сражений, разные праймы, которые будут, мы будем выходить, но при этом будем делать это максимально трезво, то есть, условно, если персонажи сейчас не имеют гравировок, не имеют глайдеров и петов, будут умирать с одной проливки волков от одного мембера, то есть то, что заиведить нельзя, защититься от чего нельзя, похилить никак невозможно, и в численном перевесе мы будем отставать, то, естественно, мы уйдем в подполье и будем заряжать наш гир до того момента, пока это не станет играбельно, вот. И в целом наша задача это играть на дистанцию, то есть это MMORPG с медленной прогрессией, как я сказал, и в целом нам на политику сервера одновременно все равно и не все равно, то есть нам не все равно, как мы будем развиваться. Мы будем формировать коллектив, который потенциально может уйти и в другие проекты, но стартап-чаги для нас сейчас приоритет, потому что нет альтернатив. Вот ты как раз коснулся очень интересной темы по поводу политической ситуации на сервере, и мы подходим к тому моменту, где придется пованговать. Что ты можешь сказать? Как ты думаешь, как будет развиваться ситуация? Смотри, мне тяжело об этом говорить, потому что я превращаюсь в лютого токсика, я очень негативно к этому отношусь. Альянс Сосат или Орда Сосат? Вот в этом-то и проблема, то, что на словах ты Лев Толстой, а на деле извините. Поэтому с вангованием... Подожди, это твое вангование личное. Может быть, это твоя аффирмация в будущее. Ты выражаешь свое намерение. Я намерен покорить этот сеть, я поставлю нога шар на колени. У меня нет таких амбиций, но хотелось бы, конечно, победить, потому что, я еще раз говорю, это громкие слова для меня, но я от них никогда в жизни не откажусь. Для меня та же гильдия Таргет, это раковая опухоль аркейджа, в каком-то более лайтовом темпе, более таком взрослом темпе нам приходится из кожи вон лезть, чтобы адаптироваться под ситуацию. Он как чароновирус, понимаешь? То есть, ты не понимаешь антибиотики, таблетки, что, как бинтоваться, что делать вообще? И вот вангование нереально тяжелое в этом случае, но я надеюсь, что ребята, которые сплотятся вот против этих... Я не знаю, я их так рекламирую, все-таки, что там за таргеты? Да я вот сейчас вот я тебя слушаю, и я понимаю, что придешь резевые называть, потому что как бы ну раковая опухоль должна тоже что-то сказать в ответ, мне кажется. Сто процентов. У нас нереальный биф идет, вот, но на этом и дышит true community, я считаю. Да, это круто, это, кстати, на самом деле, это вообще, это клево. Вот эти вот все, ну люди, многие считают, что вот это вот прям токсичные какие-то отношения, но на самом деле на всем вот этом вот токсике строится вот эта вот внутренняя политика. И вообще, в принципе, вещь внутри АКМОРПГ, он как раз на драмах, на конфликтах замешан. Некоторые люди этого не понимают, я не знаю, что они делают в АКМОРПГ. Да, но тут социалка очень сильно роляет, потому что людей сплочают вот именно такие ситуации, такие события, и многие пишут вот как раз таки с той целью, что давай, он надоел уже, я там, даже бывшие таргеты мне пишут, говорят, все, ну хватит, конец эпохи уже, вот этих фреш-серверов, где люди просто мешают играть, давай победим. И вот это как будто стал для Аркейджа самым главным, скажи мне, антагонистом. Антагонист. Да, 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 ну так, блин, слушай, так ты прям вообще с гордо поднятой головой, со светлым стягом, ну, правда, за орду. Ну, получается, что так, ну. Ну, это при условии, а ты прикинь, как вот, если получится так, что ты такой, типа, ну все, мы идем за восток, приходишь, и таргеты на востоке. Я очень расстроюсь, если так будет. У них как раз было собрание после нашего, и, надеюсь, они понимают, чем это может обернуться, вот, поэтому, я, я очень буду расстроен, вот, если я послушаю этот подкаст спустя там неделю, 10 дней, когда он выйдет, я, скорее всего, заплачу, пущу скупую слезу, потому что, ну, а что тогда? Ждать, пока они уйдут в пираты, или искать... Не, ну, что, перезаходить тогда за западом, ну да, ты потеряешь там какое-то время, в любом, хотя, блин, слушай, не, ну там будет понятно уже, в принципе, все с самого начала, никаких проблем не будет. Просто я к тому, что маленькую ремарочку хотел еще сказать, что, да, это все круто, бифы, все вот эти вот эмоции, скандалы, интриги, но еще хотелось бы просто насладиться этой игрой. Вот действительно, мы взрослые люди, кто-то учится, работает, и мы должны излечь ошибки прошлого, и они должны быть номер, целью номер один, то есть, если они на востоке, да, это грустно, но адаптироваться, там, ставить все, там, я вешаю плакат, кидаю в них дротиками, нет, это неплохой инфоповод, но не более, то есть, все равно хотелось бы просто играть в эту прекрасную группу. Ну, я надеюсь тоже, что никто прям на серьезных щах там не верит в то, что мы тут друг друга ненавидим, все-таки, это все-таки немножко история больше про альтер-эго, мы в виртуальных реальностях, скажем так, ну, хотя, на самом деле, я про себя такого сказать не могу, что я как-то по-другому раскрываюсь, нет, я, в принципе, все равно отыгрываю плюс-минус самого себя, только телочкой. Нет, почему нет, не осуждаю. Короче, есть у нас некоторые вопросики, которые прям мы вот поднимаем из подкаста в подкаст, просто потому что, ну, наверное, так правильно, и в любом случае, есть какие-то рекомендации, которые можно дать людям, которые собираются, или вот уже как мы, так как мы выпускаем этот ролик чуть попозже, играют на фреш-сервере Нагашар, вот, допустим, какими классами лучше играть? Ну, на эту тему у меня вышло несколько видеороликов, как играть, сколько доната вам нужно, и вы все, в принципе, можете на моем канале найти, но если от себя лично, я считаю, что в Аркейде, по ходу разработчики, если так, да, не лукавить, нашептывая на ушко вам, по ходу, разрабы играют на магах, я честно, ну, не понимаю, почему так, они всегда чувствуют себя хорошо, сколько бы патчей не вышло, какие бы обновления не вышли, они себя круто чувствуют на всех стадиях игры, на ранних, на средних и в лейте, поэтому, если вы даже наскучите играть на быстром маге, вы можете перейти в кастового мага, такого, в тяжелого, вы можете быть магом-танком, ну, то есть, это как будто аркейдж в аркейже, вот, знаешь, поэтому, если что-то советовать, я бы посоветовал попробовать начать свой путь, вот, как раз-таки за магом. Общие советы на старт, общие советы, то есть, вот, в принципе, в принципе, то есть, вот, пришел человечек, что ему вообще делать, какие квесты, вот, он вообще растерялся, в принципе, вот, для меня, допустим, я когда давненько не играв в аркейдж, пришел, вот, допустим, на кракен, на тот же самый, я немножко подохренел, честно говоря, от количества контента, и хорошо, что были люди рядом, которые мне кое-что там посоветовали. Да, ну, естественно, это социалка сразу же, все мы были когда-то новичками, то есть, вступить в какую-то гильдию, которой будет множество, вот, задавать вопросы, не стесняться социализироваться, еще такой общий совет, сейчас, так как игре 10 лет, каждую механику сейчас объясняют через обучение, то есть, условно, тебе дают квест, тебе нужно вставить гравировку, либо ее апнуть, либо ее снять, то есть, все механики игры вам показывают на протяжении вашего сюжетной линии, то есть, вы его даже пропустить не сможете, поэтому, мой бы совет, так как игра на русском языке, не торопиться, чуть-чуть вникнуть, почитать, что вам говорят, посмотреть, что от вас хотят, и тогда, я думаю, что у вас все получится, вы освоите все базовые знания, и там уже будете больше углубляться, что вам лучше взять, двурук или дуал. А есть вообще какой-то универсальный, вот такой вот, лайфхак, то есть, ребятки, вы приходите, делаете только зеленые квесты, вы там потом, короче, консорциум какой-нибудь закрываете, потом идете, добиваете еще, потом, короче, идете фармить, там туда-то, туда-то. Ну, смотри, вы идете по зеленым квестам до того момента, пока вас не отпускают в локацию, где встречается запад-восток, это золотые равнины, то есть, вы идете только по зеленым квестам, скипая все остальные, дальше вы там берете ремесленный квест, вот как раз таки, и основную сюжетную линию, и там вы уже, то есть, идете по двум квестам, почему сразу два квеста, потому что в одну и ту же локу вас ведут, то есть, аркейдж, это та игра, в которой вам сначала нужно выкачать левел, а потом постепенно вы уже будете подкачивать свой гир, и для вас будет открываться все новый и новый контент. То есть, универсальный совет, да, так просто качаться. Ну, в общем-то, квеста, вот эта вот ориентированная прокачка, я считаю, что она одна из наиболее самых удобных, потому что мне, допустим, не очень нравятся игры, в которых прям очень много гринда, типа, в любом случае, конечно, в любой MMORPG без гринда не обходится. Ну, в этом плане аркейдж казуально, то есть, у вас есть конец, начало и конец, да, то есть, вы берете, убиваете, сдаете. Оно вас ведет дальше и постепенно обучает с миром игры. То есть, она вас, я, честно говоря, просто, ну, такую серьезную школу еще нигде не проходил, потому что буквально через час вас уже будут бить в PvP. И для меня это, для меня немножко даже пугающе, но одновременно и мне нравится данная ситуация, потому что это фаново, как минимум. То есть, вам будет бегать куча зеленых и куча красных, и вы уже сами решаете, либо вы это пропустите и будете просто дальше качаться, либо вы окунетесь в этот шквал безумия и начнете со всеми драться, будучи на 30-м левле с 3 скилла на панельке. Это тоже достаточно фаново. Или у вас просто взята ветка гнева и у вас все хорошо. Ну, либо так, да. Самое главное вангование на нашем сегодняшнем подкасте, что будет с Archeage в будущем? Смотри, так как у нас ушел наш лидер, наш, скажем, Джейк Сонг, который обещал нам кучу контента разного, но потом переквалифицировался в Archeage 2. Вот, ушел туда, и я даю туда все силы. Я вижу ситуацию следующую, то, что игра будет жить и радовать своим контентом своих фанатов. Не знаю, насколько долго, потому что все зависит от азиатских игроков. Если будут конкуренты достойные и сделают такой next-gen, то есть должен произойти рвок в индустрии, как мне кажется, с точки зрения концептуальной, механической и визуальной. И если что-то такое получится, как в свое время, ну, прости за такое сравнение, возможно, сейчас чьи-то жопы сгорят, но вот что-то а-ля Black Desert, который удивил всех своим уникальным движком, какой-то внешкой, да, своей какой-то оберткой и вышел одновременно с Арчагой. Вот что-то такое, если будет, вот именно удивление, нужно вызвать эмоцию, чтобы люди не говорили, а, это я уже играл, это я уже видел, а, это механику украли оттуда. То есть, если что-то такое будет, то Аркейджу будет плохо именно первому. Если все будет так же, как и сейчас, именно рынок MMORPG будет продолжать стагнировать, то у Аркейджа первого будет очень даже неплохо, а на ру-сервере так и подавно, потому что фанатов достаточно, чтобы держать этот проект на плаву.